Привет, друзья, это Таран. Вы уже видели у меня на канале видос распаковку вот подобного рода штативов, даже от этого же производителя, но у того штатива, к сожалению, не было вот такой вот замечательной системы раскрытия ножек, раскрытия, фиксации ножек, то есть обычная прищепка, друзья мои. У того штатива была такая крутилка, я как бы посчитал, ну ничего страшного, ну крутилка, знаете, вот тут провернул, вытащил, завернул, провернул, вытащил, завернул, и я думал, что это вот прям нормально, какая разница, ну у тебя прищепка либо крутилка, но нет, я взял этот штатив там на пару съемок, и на второй, по-моему, или на третьей съемке эта зараза перестала закрываться, то есть фактически две ноги у меня сложились, а одна нога у меня просто закисла. Я его вернул, короче, производителям, сказал, ребят, так и так, ну в принципе, пользоваться этим вообще невозможно, это как бы не для меня, давайте подождем чего-нибудь другого. Вот, и шло время, опять-таки, я опять начал страдать, ну типа, в погоне с завесом я одномоментно вернулся к недорогому там имиджу, я его опять достал, потому что он тупо был легче вот того моего постоянного Манфрота, тяжелого, огромного, которым я пользовался постоянно. Они прекрасные оба, да, и этот имидж, и тот Манфрот, но они, блин, огромные, и я не снимаю кино, я не записываю какие-то многочасовые конференции, нет, я на самом деле записываю мастер-классы иногда, да, и вот туда я вожу с собой Манфрота, потому что мне приходится работать с объективом 200-600 для того, чтобы не мешать аудитории, то есть я и записываю на флешку, и ввожу картинку на экран. Да, естественно, вот такой штатив в этом случае не прокатит, но во всех остальных случаях, да, вот буквально во всех случаях, вот мне вот просто вот как катастрофически, как воздуха не хватало именно вот чего-то вот такого вот понятного и маленького. По итогу все свелось к тому, что эту штуку я с собой вожу уже больше месяца, причем я ее вожу даже когда я ничего не снимаю, я ее вожу даже в какие-то места, где я даже не предполагаю ничего снимать, потому что у меня всегда есть с собой телефон, у меня всегда есть с собой небольшое крепление для телефона, я всегда знаю, если что-то мне нужно будет, я на эту штучку всегда поставлю айфончик и запишу какой-нибудь стендапик и прочие какие-то вещи. Если ты ходишь куда-то далеко, если у тебя какой-то портативный сетап или ты записываешь там свои видосы на телефон, то вот это просто мастхэв вещь, которая должна поселиться у тебя в рюкзаке. И да, я прекрасно понимаю сейчас аргументы мятных карасей, которые будут говорить, дядя, вот пик дизайн делает штатив, он меньше этого в половину. Да, пик дизайновский штатив сейчас стоит около 80 тысяч рублей, его алюминиевая версия безумно тяжелая и просто катастрофически хрупкая, стоит как два или три этих штатива. Либо вы покупаете вещь, которая вам по карману и которая все равно радует вашу спину, ну еще раз, килограмм. Я сделал ставку именно на Юланзе, ну тупо потому, что он дешевый и при этом весит килограмм и он не занимает много места. Знаете, это, наверное, любой саквояж, любая видеосумка, это вот пустое оставшееся пространство сверху этой сумки. То есть перед тем, как ее закрыть, всегда остается где-то сверху место. Вы просто этот штатив прямо в чехле туда кладете, либо его подвешиваете вместо подсумка вот такого вот под рюкзаком и просто идете, куда вы там идете. То есть в любой момент у вас есть доступ к статичному изображению. То есть если вам нужно записать интервью, записать какую-то базу, записать какой-то таймлапс, снять какой-то, блин, тикток, если ты тиктокер, вешаешь на эту штуку крепление для своего айфончика и погнал. По сути дела, эта штука продается вот таким вот набалдажником. Вот такая вот у нас оригинальная булава. Что это такое? Это и есть вот та самая шаровая... Ну, вы знаете, тут можно буквально понимать шаровая головка, но это реально прям шарово. Вы прям видите этот шарик, вы видите вот эту фрикционную смазку графитовую. Посмотрите, как плавно ходит верхняя часть. Это именно та часть, на которую вы будете цеплять свою камеру. И при этом она здесь очень-очень плавная. Если ты поставил камеру на штатив, если ты поставил там какой-то там телефон свой мобильный на штатив, и тебе нужно снять какую-то проводку, либо тебе нужно просто телефон наклонить и снять какую-то вертикалку, да, то вот, ну типа голова вот на 100% артикуляционная. Сверху у нас есть вот такая вот маленькая площадка. Очень интересно реализован момент с ее снятием. То есть здесь, вопреки тому, что вы привыкли видеть на классических штативах, здесь нет запирающей какой-то вот, вот этого запирающего барашка. То есть у нас площадка сюда фиксируется, и она больше никуда не девается. Для того, чтобы ее снять вместе с камеры, да, вам нужно просто нажать вот на вот эту вот кнопку, и для того, чтобы вам поставить камеру обратно, вам нужно просто ее сюда вставить, и камера у вас остается зафиксирована вместе с этой площадкой. Это потрясающе удобная штука, потому что здесь они избавили нас еще от каких-то дополнительных там подкручивалок, закручивалок и вот таких вот прочих каких-то вещей, которые, ну в принципе, всегда видоков раздражают. Здесь есть также такой небольшой замочек, нам нужно оттянуть вот эту барашку, повернуть наверх, и вот ваша камера больше вот с этой чекалдышки в принципе никуда и не денется. И вы знаете, жесткое разочарование ждало меня где-то через несколько дней использования этой штуки. Да, это не Arco Swiss. Ну, для того, чтобы вы понимали, есть такой распространенный формат площадок, он называется Arco Swiss. Вот у меня в руке классический Arco Swiss за 3 копейки с Алиэкспресса. К сожалению, у Yulanzi они придумали свой какой-то формат, который называется Falcam. На самом деле здесь у них два размера вот этих вот площадок. Я не знаю, может быть, продаются вот подобного рода Magic Arm вот с такими вот креплениями, либо вот эти вот шаровые головки продаются вот с такими креплениями. Было бы, наверное, очень приятно, да, совмещать это все в какую-то единую экосистему. Но, как бы, тем не менее, для видеонужд, для фото каких-то нужд вы снимаете эту штуку, прикручиваете ее к вашей камере и в защиту, наверное, Arco Swiss. Хочется сказать, что Arco Swiss площадка не становится сюда в головку, но вот эта штука становится в Arco Swiss приемнике. То есть, как это выглядит, если у вас есть Arco Swiss площадки, какие-то платформы, будем так говорить, подплощадки, то эта штука сюда залазит вот просто на изи, и вы можете работать там на вашей какой-то шаровой головке, да, используя вот эту вот штуку. Для чего это надо? Это нужно для быстрого переключения. Допустим, у вас на стабилизаторе стоит Arco Swiss, то вот эта штука подойдет к вашему Arco Swiss на стабилизаторе. В комплекте с этой штукой есть еще вот такая вот штука. Вы можете поставить вот такую вот штуку с одной четвертой резьбы. Фиксируется все это дело вот здесь вот таким вот прижимным язычком. И что это у нас тут получается? А у нас с вами получается ровненькая платформа, на которую мы можем устанавливать какие-то свои просто рандомные шаровые головки. Юзайте вы другой фотоаппарат, юзайте вы, допустим, телефон с интегрированным креплением для его удержания. То есть вот, пожалуйста, пользуйтесь. Еще один такой маленький нюансик, на который я обратил внимание уже спустя какое-то время. Вы знаете, оно вот так вот выкручивается. Я сначала подумал, что это огниво. Ну, знаете, есть вот огниво, там такое что-то типа кремня, да, выкручиваешь, чуть-чуть поводил по ножику и выработал себе искры для того, чтобы развести огонь. Ну, нет, на самом деле это шестигранник. И вы знаете, такая забота о мелочах, она просто потрясает. Если вы когда-нибудь пользовались штативами вот с такими вот креплениями, защелками, то вы знаете, что рано или поздно, да, это крепление может разболтаться. То есть даже на зажатом язычке штатив может начинать уходить. Что нам нужно сделать? Вот этой вот штукой на раскрытом креплении взять и чуть-чуть его подтянуть. Все. Все, чик, оно у нас с вами работает. Что касается качества этой штуки, вы знаете, у меня есть некий опыт уже работы с карбоновыми штативами. И на самом деле у меня есть карбоновые штативы большого, правда, размера, да, габаритные, которые стоят значительно дороже. То есть в 3-4 раза дороже вот этого вот малыша. И вы знаете, там есть к чему придраться на самом деле. Там дофига каких-то вот таких вот тонкостей, нюансов, до которых вот ты берешь там штатив у тебя за 120 тысяч рублей, и ты такой, боже, ну почему здесь они сделали вот так? Почему вот тут вот я просто провел ногтем, и оно там содралось, поцарапалось, либо еще что-то? Эта штука выполнена просто безупречно. То есть, когда вы ее возьмете, вы ее достанете из коробки, уделите, пожалуйста, время, просто порассматривайте ее при хорошем освещении. Вы просто офигеете с этого качества. Если вы до этого момента думали, что лучше пик дизайна легкие штативы не делает никто, нет. Эта штука вот прям вот, они попали вот в самую мякотку. Он вам не заменит каких-то больших штативов. Естественно, вы не наденете на него камеру с 800-мм объективом. Нет, ну может кто-то и наденет, но каких-то чудес вам от этого, естественно, ждать не придется. Но вот где-то подручно, вот в каких-то сложных ситуациях, когда тебе надо куда-то далеко идти, когда тебе надо быстро что-то записать, это просто незаменимая вещь. Просто незаменимая вещь. Если есть какой-то тревел-штатив, то это вот этот вот юландер. Так, друзья, спасибо вам огромное за то, что смотрите. Ссылочка на штативчик будет в описании. Если возникнут какие-то вопросы по штативу, пишите комментарии, не стесняйтесь. Переходите по ссылкам в описании на все наши телеграм-группы, ВК, там еще что-то, еще что-то. Короче, вот там все. И да, будете выходить, поставьте лайк, пожалуйста. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok